продолжаем завтраком друзья утро доброе смотрите на меня и делайте то что делаю я и не пожалеете смотрите у меня сегодня некое подобие даже не знаю как это описать наверное это все-таки бутерброды пожалуй но это очень банальное слово к тому что я сегодня собираюсь приготовить сбрызгиваю оливковым маслом буквально чуть-чуть сбрызгиваю каждый тост в моем случае это порезанная булка это может быть и французский багет я подумал что с прошутто итальянской ветчиной французский багет это уже будет абсолютная евро хочется же все-таки чтобы было немножечко сибири добавляем туда немножечко соли на каждый чуть-чуть молотого перца и в духовку потому что эти самые роллы почему же мне хочется назвать их роллами будет самое основное что мы будем поедать а дальше смотрите какая вкуснятина вот здесь у меня джем я взял абрикосовый но вообще рекомендуется брать инжирный джем он знаете слегка более вязкий здесь у меня подождите еще вот похвастаюсь значит здесь у меня посмотрите филадельфия с утра ребята как сказал мой монтажер сыр со вкусом сметаны ну я немножечко с ним не согласен но в любом случае еще что смотрите у меня есть небольшое количество парамской ветчины вот она я специально с рулончиком смотал потому что на одну тарелку такой кусочек не влазит вот смотрите я делю его пополам а вот так чтобы мне хватило на два бутерброда и складываю тоже пополам вот теперь это полновесная вершина моего бутерброда так необходимо повторить со всеми кусочками ветчины парашюта маленький парашют то такой получается у меня ну действительно ветчина очень нежная очень вкусная поэтому я представляю с сыром филадельфия это просто смертоубийство будет какой-то такой завтрак я уже в предвкушении если честно ну в общем сами понимаете пройти мимо такого рецепта я не мог соответственно я его вот сейчас собираюсь приготовить да кстати должен сказать что сам саму булочку сами вот наши тосты особенно готовить много не надо я сейчас уже вынимаю их их надо чуть-чуть слегка подсушить вот прямо чуточку чуточку я думаю что пока я занимался ветчиной они уже абсолютно приготовились так что пойду посмотрю как они да вполне вытаскиваю их сюда наружу вот видите ааа проскупила соль и сами они поджарились что еще необходимо с ними сделать еще добавить немножечко масла прям сверху чтобы живое маслице слегка осталось на них то впиталось а здесь прямо вот оно сверху отлично будет вкусно ребятки а как вы хотели все таки мы с вами утро таким образом встречаем а утро должно быть обязательно сытным теперь на каждый тост намазываем небольшое количество сыра филадельфия ой ребятки не знаю меня уже прям все внутри клокочет один покажу теперь смотрите внимание друзья похоже наверное придется в четверо вот так джем представьте да 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 именно джем можно взять инжирный вы знаете должен сказать что я в этом сочетании не вижу ничего противоестественного потому что сыром филадельфия можно съесть абсолютно все рыбу мармелад самые невообразимые сочетания продуктов но самое интересное что украсить все это предлагается рукколой вот небольшой листочек рукколы даже можно побольше я кладу сверху вот в таком виде мы будем подавать это на стол если честно я в большом предвкушении очень многого ожидаю ай тепленький от этого бутерброда очень хочется попробовать что за сочетание ну и что ребята как думаете каков будет наш бутерброд по вкусу я напомню что состоит он из тостика с оливковым маслом с соль и перцем сверху сыр филадельфия затем парамская ветчина джем и руккола а давайте попробуем уже не терпится я специально сделал разные тостики чтобы количество джема было везде разным интересно узнать какой же эффективнее бам упал слушайте правда слегка сорноватая ветчина сыр абсолютно нейтральный и вдруг джем такой бам с рукколы не знаю как вам а мне очень понравилось друзья это блюдо в моем вкусе с вами все это время был севамокин наверняка увидимся пока